Итак, собственно, фабула дела, как следует из материалов, которые попали в печать, она такова. Трое израильтян, это были двое 20-летних парней, один из них только что закончил срочную службу, буквально накануне 7 октября демобилизовался из армии, другой был добровольцем Ихуд Ацала. Это такая волонтерская организация, параллельная скорая помощь, скажем так, которая оказывает людям помощь, срочную медицинскую помощь во время различных происшествий, аварий, боевых действий. Я не знаю, если человеку плохо стало на улице, вот по стране очень много добровольцев вот этой Ихуд Ацала. И некий третий, более взрослый израильтянин, как говорится в материалах дела. Ну, про него мы скажем чуть позже. Вот они втроем, узнав, что происходит, отправились на юг. Судя по всему, двое прибыли туда вместе, они были друзья, а третий присоединился к ним уже там. Вот этот самый более взрослый израильтянин. У одного из них был пистолет, судя по всему, у того, кто был в Ихуд Ацала, потому что как бы волонтерам этой организации полагается разрешение на оружие, немного как бы кружат по стране, бывает во всякого рода там, в том числе таких условно опасных районах. И вот они там начали принимать участие в боевых действиях, в боях с террористами, подобрали оружие убитых солдат, которые там тоже были в каком-то количестве. И вот дальше произошло нечто, что следствие описывает следующим образом. По большей части эти ребята помогали раненым, оказывали им помощь, потому что среди них был вот доброволец-парамедик, но и принимали участие в перестрелках с террористами. В какой-то момент полицейские попросили их на машине, вот как бы скорой помощи, доставить захваченного в плен террориста в некий полевой лагерь, который находился в нескольких километрах от того места, где вот произошла встреча полицейских с этими ребятами. Вероятнее всего в этом полевом лагере был полевой штаб Шабака, и там допрашивали пленных террористов. Так вот, по версии следствия, террорист туда не доехал, а подозреваемые устроили ему там самочинный допрос, застрелили его выстрелом в голову, и значит, труп его там и бросил. Точнее нет, привезли его труп, уже труп в этот лагерь. Подозреваемый в свою очередь утверждает, что никого не убивали, что не взяли этого пленного террориста, довезли его до лагеря и сдали там, собственно, этим оперативникам на месте. Доказательством, якобы доказательством их вины, служит видеозапись, на которой видно, как они там, окружив террориста, орут, после чего один из них пинает его по ноге. И вот эта буквально видеозапись получила статус доказательства и послужила основанием для подозревания, для подозрения вот этих вот ребят в убийстве, в умышленном убийстве. Вдумайтесь на секунду, 7 октября, полнейший хаос царит. Там непонятно, что творится вообще, прорыв на израильскую территорию, вообще непонятно, где находятся террористы, куча слухов, куча информации. Там идут кругом бои-перестрелки, каждый воюет сам за себя, и вот, значит, их на фоне всего этого обвиняют в убийстве. И это происходит фактически-то уже в июне 2024 года, то есть спустя более чем 8 месяцев после начала войны. Как водится в Израиле в полном соответствии с законами, когда людей задерживают? Вот сейчас я могу ошибиться, то ли на 24 часа, то ли на 48 часов. Вот кто в курсе вот этой особенности, может написать в комментариях. Так вот, человека можно задержать без предъявления обвинений. После чего его нужно доставить в суд, и в суде обосновать необходимость продления его ареста, продления содержания под стражей. Как, в общем, это и делается в абсолютном большинстве цивилизованных стран. Человека, точнее, вот этих двоих ребят, доставили в мировой суд Тель-Авива. Это важный момент. Расследование ведет Тель-Авивская полиция. Не полиция Южного округа, которая проявила себя абсолютно геройски 7 октября, а полиция Тель-Авива, которая себя геройски там не проявила. Но не суть. Это просто вот такой штрих к картине. Доставили в суд, и судья отклонила ходатайство полиции и постановила обоих освободить. После чего полиция пошла в окружной суд, соответственно, в следующую инстанцию, и там потребовала обоих поместить под стражу. Почему я говорю обоих? Третьего вот этого более взрослого. У него особая история, я о ней расскажу чуть позже. Там это отдельная вообще история к тому, что происходило вообще в нашей армии в последние полгода, начиная с 7 октября. Так вот, их доставили в окружной суд. В окружном суде судья тоже отклонил их ходатайство полицейских. Более того, он отклонил запрет на публикацию подробностей расследования. Полиция требовала наложить цензурный запрет на публикацию подробностей. И судья сказал, об этом знает уже весь мир. Иначе как столько людей, сказал он, показал в окно, а там собралось огромное количество, сотни людей поддержать этих ребят. Как, откуда бы они могли это знать? И зачем тогда нужен цензурный запрет? Если так, уже весь Израиль, да в общем уже и весь мир знает о том, что произошло. В полиции там что-то невнятное стали говорить относительно того, что это вот как-то еще широко в СМИ не обсуждалось, и огласку в социальных сетях там не, как сказать, не получило. И вообще публикация подробностей этого дела, сказали полицейские, может привести к мести заложникам от террористов в ГАЗе. Очень, на мой взгляд, сомнительное утверждение, потому что заложники там и так находятся уже почти 9 месяцев. Многие из них погибли, они были захвачены. И для того, чтобы их там, не знаю, убить или что-то с ними сделать, террористам вообще никакие основания для этого не нужны в принципе. Как я уже сказал, все это вызвало такой очень сильный общественный резонанс. Об этом писали там самые разные медиа и каналы. Там и 12 канал об этом написал, там и другие. По-моему, 12 был первым, кто об этом сообщил. Но это не важно, это тут же пошла волна. Вот собралась куча народу у суда, требовали немедленно освободить задержанных. Но судьи вообще в Израиле, они не склонны поддаваться давлению. Это я могу совершенно точно сказать именно вот такому уличному, общественному. Судья освободил этих людей из-под стражи на основании того, что не было четких улик, кроме вот этой видеозаписи, где кто-то там кого-то пинает по ноге. Ну согласитесь, причем на этой видеозаписи и видно, что на него орут на террористы на иврите, после чего пинают по ноге. Учитывая контекст события 7 октября, в этом не было ничего такого, скажем, криминального и страшного. Ну пнули, от этого он точно не умер. Пинок в ногу, это не выстрел в голову. После чего запись как бы прекращается, и нет никаких убедительных доказательств, что они его убили. И все это дело вызвало, как я уже сказал, общественный резонанс. Там была мама одного из задержанных, вот того самого демобилизованного солдата, которая сказала, что мой сын не говорит по-арабски. Как он мог допрашивать террориста Нухбы? На каком таком языке он мог его допрашивать? Потому что он не говорит по-арабски. Из чего вдруг его обвиняют в том, что он его там самочинно допрашивал, а потом, значит, прикончил, где-то в кустах. Это тоже нужно, по идее, доказать. Эти ребята утверждают, еще раз говорю, что они доставили террористов живыми в лагерь, сдали его там живым, отдали его полицейским или оперативникам, которые там были, после чего вернулись вот дальше помогать людям и воевать с террористами. Так что пока, в общем, дело выглядит, как бы это сказать, крайне сомнительно. И более того, дело выглядит очень-очень дурно пахнущим, я бы так сказал. На фоне тяжелой войны, на фоне ужасных событий, которые постигли нас 7 октября, вдруг оказывается, что убийство террориста Нухбы это криминальное преступление. Расследование ведет, заметьте, не военная полиция, не Шабак. Расследование ведет, Шабак занимается, там, скажем, преступлениями на националистической почве, терактами и так далее. Военная полиция расследует деятельность военных, а здесь расследование ведет криминальная полиция, то есть людей обвиняют в уголовном преступлении, в убийстве, в умышленном убийстве. Кстати, наказание за умышленное убийство по жизненным заключениям. И все это выглядит на фоне всего происходящего контекста как-то совершенно кошмарно. И вызывает в обществе ужасную такую, вот, как сказать, радикализацию, да, и резко меняет отношение общества вообще вот к правоохранительной системе. Как же так? 7 октября к нам пришли террористы, которые устроили у нас чудовищную бойню и резню, а тут кого-то обвиняют в убийстве этого террориста. С тем же успехом девочек из танкового экипажа, которые воевали возле кибуца Суфа и давили террористов танками, тоже можно обвинить в умышленном убийстве. Получается-то ведь как? Получается такая юридическая коллизия. Террористы Хамаса, Нукбы, это не армия. Их никто официально армией не признавал. Нет такого государства Хамас, хотя по факту оно было, да, в ГАЗе такое, квази-государство, Хамас там. Нет государства, нет армии. Значит все, кто пришел к нам, вот так вот, если прям с точки зрения формальной юридической логики рассуждать, все, кто пришел к нам, это не террористы, а преступники. Грабители, убийцы, насильники. Значит их нельзя просто так убивать, тем более давить гусеницами танков. Значит их нужно задержать, доставить в суд, в суде доказать необходимость содержания под стражей, потом прокуратура напишет там, значит, обвинительное заключение. Вот так это все выглядит. При том, что у нас вообще-то введен в действие пункт о состоянии войны. Мы находимся в состоянии войны. И в состоянии войны вообще люди убивают друг друга. Это вообще вот обычная история. И причем здесь вообще криминальные расследования, это для меня вот совершенно непостижимая история. У нас вообще вот очень любят говорить о том, что Цахал самая высокоморальная армия в мире. Вот очень любят употреблять такое выражение. Мне, ну честно вам скажу, режет слух. Почему? Армия не должна быть высокоморальной. Армия должна быть высокопрофессиональной, высокоэффективной, высокоподготовленной, высокомобильной, высокотехнологичной, в конце концов. Но высокоморальной она быть просто не может по определению. Армия это механизм, созданный для того, чтобы убивать и разрушать в интересах того государства, в котором эта армия существует и частью которого она является. Задача военных убивать других людей. В этом ничего высокоморального нет. Не для этого создаются армии. Разумеется, армия должна соблюдать законы и обычаи войны. Спору нет. Она должна придерживаться неких правил. Иначе она превратится в вооруженную банду, а учитывая инструментарий, которым обладает эта вооруженная банда, может наворочить очень серьезных дел. Вспомните историю с Бучей, например, или там, не знаю, с Гастомелем. Ну вот вообще историю украинской войны, где российская армия превратилась вообще в банду мародеров, убийц и насильников. Высокоморальными могут быть, знаете, школьные учителя или врачи. Хотя я вот как человек, выросший в семье врачей и среди врачей, очень хорошо знаю, что большинство из них люди исключительно циничные. А у нас получается в Израиле, значит, самая высокоморальная армия. Есть даже целый этический кодекс Цахала, который был разработан лет 20 тому назад. Идея была хорошая, что Цахал народная армия, которая должна вести себя в соответствии с принципами еврейского народа, израильского народа, должна вести себя правильно. Там была разработана так называемая концепция черных флагов или концепция преступного приказа. Заключается она в том, что военнослужащий, который получил преступный, заведомо преступный приказ, убить ребенка. Должен не просто не выполнить этот приказ, но и воспрепятствовать его выполнению. Это все правильно. Но за вот эти прошедшие четверть века вся вот эта история с высокой моралью Цахала и с вот этим этическим кодексом была раздута и гипертрофирована до такой степени, что теперь у каждого военного за плечом вот здесь стоит прокурор вот с таким микроскопом и изучает его действия. Для того, чтобы разбомбить какое-то здание, там чуть ли не получают разрешение премьер-министра. Для того, чтобы танкисты, это было еще до войны, правда, но существовала такая норма, чтобы танкисты использовали главное оружие в танке, пушку 120-ти миллиметров, и нужно было получать разрешение командира бригады, если не командира округа. Это полный бред. Так армия не работает. Так армия не воюет. И вот это все порождает вот такие вот вещи. Вроде расследование против вот этих двух ребят, которых сейчас шьют убийство террориста Нухбы, совершенное 7 октября. Вы только вдумайтесь, как это все поместилось в одно предложение. Теперь, что касается третьего фигуранта этой истории, я про него обещал рассказать. Зовут его Руи Ифрах. Руи Ифрах, ему 35 лет, и он обвиняется сейчас, поначалу он обвинялся в убийстве террориста Нухбы, потом дело там увеличили, потом его стали обвинять в краже оружия из сектора газа, и когда начали расследовать это дело, то следователи пришли буквально в ужас. Оказалось, что человек, его задержали в декабре 23-го года, то есть ближе к концу прошлого года, полиция получила информацию о том, что есть машина с оружием, нашли машину, оружие, оно вот принадлежало вот этому Руи Ифраху, и когда начали расследовать, выяснилось следующее, она прямо озадачила всех очень сильно, выяснилось, что человек, который никогда вообще не служил в армии, работал вообще курьером в Тель-Авиве, развозил еду по заказам, сумел добыть армейскую форму, оружие, армейскую машину, радиостанцию, несколько раз находился в секторе газа, где принимал участие в боевых действиях, выдавая себя за бойца Ямам в том числе, и за оперативника Шабака, то есть он надыбал форму, в которой вот воюет обычно Ямам или оперативники Шабака, такая тактическая форма специфическая, со всеми знаками различия, находился в Газе несколько раз, он каким-то образом оказывался рядом с премьер-министром и министром обороны, когда они были в Газе, он там с ними сфотографировался, есть даже фотографии всякие, селфи он там делал на их фоне, или даже с ними, насколько я помню, и он въезжал в сектор Газы, выезжал из сектора Газы, посещал военные базы и после того, как следователи начали проверять, вот у них сложилась, так сказать, полная картина. Он прибыл действительно 7 октября вот в то, что называется ОТФ Аза, это вот этот пояс поселения, где происходили основные события 7 октября, после чего, поучаствовав там в боевых действиях, в том числе вот в этом эпизоде с этим убийством террориста Нуббы, он начал вот как будто бы служить в армии. И служил там, по сути, получается, октябрь, ноябрь, в середине декабря его задержали почти 2 месяца. Он уезжал в Тель-Авив, возвращался, говорил, что он сапер, типа такой подрывник команды ЕМАМ, выдавал себя то за одного, то за другого, и все вокруг ему верили. То ли он был настолько убедительный, то ли там царил такой хаос управленческий, вообще в принципе хаос, что вот он таким образом сумел почти 2 месяца выдавать себя за вот бойца крутого спецназа, причем то одного спецназа, то другого спецназа. При этом, когда его доставили в полицию, начали допрашивать, он вот искренне не понимал, что ему вообще предъявляют. Он по-честному воевал с террористами, там, он нашел оружие, он его не украл вроде как, он его подобрал, там, валялась на дороге кем-то брошенная, да, или там оставленная военнослужащими, или там убитым солдатом, там, которого тело похитили в газу, что-нибудь вот в этом роде. И он там убивал террористов, вроде как, да, и он вообще не понимал. Возможно, речь идет о психически нездоровом человеке, я еще раз повторяю, возможно, да, это у него, наверняка его сейчас полиция затребует психиатрическую экспертизу, уже кто в здравом уме вообще такое сделает. Но тут возникает вопрос, собственно, к системе безопасности. Скажем, человек выдает себя за бойца отряда ЕМАМ. Ну, давайте разберем такую ситуацию. Есть некая часть в газе военная, да, которая ведет там бои, скажем, некий батальон. К ней прибился этот ифрах. Он говорит, что я боец отряда ЕМАМ. Окей, где твоя команда? Почему ты не со своим отрядом? Ну, скажем, меня к вам прикомандировали в качестве, там, я не знаю, подрывника. Но это же проверяется в одну секунду одним телефонным звонком к командованию бригады, прикомандировали или нет. Если нет, дальше начинаем разбираться и в 15 минут эту цепочку раскручиваем. У кого никаких вопросов не возникло? Прибиться к отряду ЕМАМ он не мог. Отряды ЕМАМ, вот эти команды, да, вот этого спецназа антитеррористического формируются годами, потом десятилетиями они служат вместе, они друг друга знают не то, чтобы там в лицо, они все друг про друга знают. Это, ну, это семья, по сути дела, как бывает в таких вот маленьких командах спецназа, они там все братья, они там все семья, они друг про друга вообще все знают. И появление там незнакомого человека моментально бы вызвало вопрос, но это не вызвало вопрос. Это вообще вот говорит о каком-то чудовищном управленческом бардаке, который там царил, либо о невероятном везении этого человека, который вот умудрялся через вот это сито вот этих всех проверок проскакивать каждый раз. В результате получается, что как-то вот возникли два дела. Одно про вот этих двух молодых парней, 20-летних, которые то ли убили, то ли не убили террориста, ну, то ли они совершили подвиг, то ли преступление, не очень понятно, что им вообще предъявляют, и то, как полиция это дело оформляет в суде, уже выглядит странно и уже выглядит весьма неубедительно. И дело вот этого Руи-Ифраха, который, оказывается, в общей сложности полтора года выдавал себя за бойца спецназа, дурил там всем головы, и при этом еще почти полтора месяца воевал в газе. Более того, он, будучи самозванцем, имея в руках боевого оружия, находился в непосредственной близости от первых лиц государства, премьер-министра и министра обороны, но Шабак это дело не расследует, в итоге это дело расследует полиция. При этом, еще раз повторяю, он ведет себя чрезвычайно самоуверенно и говорит о том, что он герой Израиля и за что его вообще тут судят, не очень понятно. То есть, короче говоря, это какая-то история странного обвинения и история какого-то странного афериста. И, в общем, совершенно непонятно, как эти все дела закончатся, обязательно последим и посмотрим, чем вся эта история завершится. Потому что, что та история, что вторая пахнут очень и очень дурно и свидетельствуют о том, что, во-первых, юридическая система как-то странно смотрит на события 7 октября, а система безопасности допускает вот такие чудовищные прорехи в своей вот как бы структуре.